всем привет получили мы такие пополнение на склад запчастей правда наливать на сайт будем их немножко позже сейчас работа не в проворот сегодня у нас на осмотре новинка 18 года скутер атлас 150 объем двигателя 150 кубов мощность 8 лошадок емкость бензобака чуть меньше 6 литров максимальная скорость 85 километров в час еще имею пару слов сказать за наши съемки извините за разного рода шумы на видео возле наших складов и в офисах около 10 100 так что некоторые шум постоянно присутствуют еще и самолетики туда-сюда то взлетают то садятся с нами моделька атлас это скутер с вариаторным двигателем объемом 150 кубических сантиметров двигатель воздушного охлаждения четырехтактный одноцилиндровый диаметром поршня 57 миллиметров заднее колесо имеет размер 120 70 12 12 дюймов переднее колесо имеет такой же размер 120 70 на 12 дюйм передняя подвеска выполнена на двух масляных амортизаторах к амортизаторам крепится пластиковое крыло брызговичок переднее колесо как я уже говорил имеет размер 120 70 12 дюймов на переднем колесе установлен электронный датчик спидометра передний тормоз дисковые гидравлический с двух поршневым суппортом в пластике установлены указатели поворота передняя фара линзованная на ближнем свету светит левая фара на дальнем свету светит правая фара габарит это габариты не видно вот они горят также светодиодный ленточный габарит туши в коль туши задняя оптика представляет из себя задний фонарь в котором расположен габарит и это стоп сигнал и вот это габарит основной фонарь и ленточный повторитель нажми тормоз для того чтобы открыть сидушку ключ в замке зажигания из положения выключена надо повернуть против часовой свет щелкнула сидушка ее можно поднять под сидушкой мы видим достаточно большой большую емкость сюда можно положить шлем в передней части под крышечкой которая крепится двумя винтиками место для установки аккумулятора в центре тремя винтиками держится лючок для того чтобы можно было добраться к карбюратору провести необходимые регулировки в комплекте прилагается инструмент замок зажигания с антивандальной защитой когда вы вытащили ключик можно нажать штифт и он закроется ключом уже попадать некуда на ключе магнитный фиксатор повернуть ставить ячейку повернуть по часовой стрелочке вот стрелочка нарисована и можно добраться до личинки танка замок имеет несколько положений первое положение выключено можно ставить вытащить ключ второе положение включено когда подается питание на весь скутер в этом положении можно завести скутер и продолжать движение значит для того чтобы открыть сидушку с необходимо выключить зажигание и в этом положении повернуть ключ против часовой стрелки также замок имеет функцию блокировки для это для того чтобы заблокировать руль его необходимо повернуть налево нажать ключ нажать и провернуть ключ против часовой стрелки в этом положении ключик можно вытащить и руль заблокирован в передней части установлен разъем с юсби штекером для того чтобы можно было подзарядить мобильный телефон он закрывается резиновой крышечкой для защиты от влаги с левой стороны в нижней части есть кармашек который закрывается на замочек небольшая емкость куда можно положить всякую мелочевку с правой стороны такой же кармашек только открытый в средней части лючок под ним находится вин-код скутера для того чтобы заправить скутер под сидушкой расположен лючок который закрывается на ключ под ним находится пробка которая тоже закрывается на ключ скутер оборудован центральной опорой боковой опорой подножками складывающимися для пассажира двигатель вариаторный одноцилиндровый четырехтактный воздушного охлаждения объемом 150 кубических сантиметров двигатель оборудован лапкой кикстартера электро стартером воздушным фильтром со съемным бумажным фильтрующим элементом заднее колесо выполнено на литом диске размер колеса 120 на 70 на 12 дюймов двигатель является рычагом заднего колеса и установлен на двух амортизаторах амортизаторы имеют регулировку также скутер оборудован задним барабанным тормозом который приводится в действие тросика для защиты от грязи над колесом установлен маленький брызговичок с правой части двигателя система вентиляции принудительная крыльчатка которая закрывается корпусом глушитель а также щуп для контроля уровня масла на раме установлена катушка зажигания задний рычаг рычаг заднего амортизатора выполнен из алюминиевого сплава на данной модели устанавливается универсальный глушитель поэтому в задней части есть кронштейн который ни к чему не крепится крепление глушителя осуществляется с помощью фланца головки блока цилиндров двумя болтами к картеру двигателя электронный тахометр индикация правого поворота индикация левого поворота индикация включения дальнего света лампочка резерва уровня топлива также жидкокристаллический дисплей на котором есть указатель уровня топлива указатель скорости часы электронные указатель общего пробега и суточного пробега для того чтобы сбросить показания суточного пробега надо кнопку ADG нажать и подержать внизу показан уровень зарядки аккумулятора с левой стороны расположена ручка пульт в котором есть кнопка сигнала переключатель поворотов и переключатель ближнего дальнего света также кнопка моргалки светом в передней части расположен рычаг заднего тормоза с правой стороны у нас расположена ручка газа лепесток переднего тормоза пульт кнопка стартера включатель габарита и света фары а также кнопка аварийной глушилки сидушка выполнена двухуровневая достаточно большая удобная как для водителя так и для пассажира в задней части имеются алюминиевые ручки для того чтобы пассажир мог держаться если видео оказалось полезным не сдерживайте себя поставьте лайк и чтобы не пропустить ничего нового рекомендую подписаться всем пока